Что мы знаем о дельфинах? Они красивы, у них игривый характер и высокий интеллект. В море они лучшие друзья человека. Известны случаи, когда дельфины спасали людей с тонущих кораблей. Однако, бывает и наоборот, когда дельфинам требуется помощь людей. Январь 13 года Гавайи. Дайверы наслаждались ночным плаванием, когда в свет фонарей попал дельфин Афалина, тело которого от рта до плавника опутала леска. Она врезалась в ткани, и Афалине трудно было передвигаться. Казалось, дельфин специально держался вблизи дайверов, чтобы ему помогли, и помощь немедленно была оказана. При распутывании лески бедняга поворачивался то одним боком, то другим, будто показывая, где еще нужно перерезать мучившие его путы. А после поднялся вверх и стал тереться о лодку. В его левом плавнике оставался крюк. Он пытался избавиться от него, или таким образом сигнализировал о своей проблеме людям. Тогда дайверы предприняли дополнительные усилия для удаления крюка. Но бывают случаи экстренные, когда выручать дельфинов из беды приходится непрофессионалам. И они, как здесь, тоже делают все от них зависящее. Подхватили опутавшую тело дельфина сеть крючком, подтянули. «Сейчас мы тебя освободим, друг!» – обещают люди. «Ты зацепился плавником!» Несколько взмахов ножом, и спустя пару минут раздается счастливое «Все! Ура! Мы его спасли!» Освобожденный узник уплывает. Дельфины стремительно приближаются к берегу и выплывают на мелководье, загнав себя в ловушку. Бьют хвостами, пытаются выбраться. Все напрасно. К счастью, на берегу находились люди, готовые им помочь. Недолго думая, добровольцы стали быстро оттягивать дельфинов за хвосты в море. Почему животные так поступили, подвергнув свою жизнь риску, остается вопросом. Это не единичный случай, когда дельфины выплывают на мель или выбрасываются на берег. Хотя у дельфинов не мозг, а встроенный навигатор, есть версия, что иногда он дает сбой. Что-то нарушает их ориентацию в пространстве, например, подводные шумы. Если даже один дельфин попадает в такую ситуацию, остальные стремятся к нему на помощь и тоже оказываются в плену. Так происходят массовые самоубийства млекопитающих по 100, 200, а то и 400 особей. А может это сознательно? У дельфинов зафиксированы случаи суицида, когда они намеренно переставали дышать. Чем они были вызваны, неизвестно. Несколько дней подряд четыре дельфина, две матери и двое детенышей, находились в ловушке канала в Филадельфии. Они заплыли в город и оказались отрезанными от залива Ривьера-Бэй мостом, который воспринимали как препятствие. Биологи дали животным несколько дней, чтобы те самостоятельно переместились в залив. Но через некоторое время стало очевидно, что дельфины чувствуют себя беспомощными. Вероятно, их отпугивали шумы города и низкая высота моста. Национальное управление океанических и атмосферных исследований и морской аквариум снарядили для спасения дельфинов отряд добровольцев. 14 спасателей, войдя в воду, сформировали цепь и двинулись в сторону дельфинов. С помощью хлопков по воде, а точнее исходящих от них вибраций, в течение 45 минут спасатели направляли животных в сторону залива. Поскольку все пошло по плану, операция удалась. Дельфины освободились из своего временного заточения. А главное, спасателям не понадобились сети или другие приспособления, которые могли бы поранить животных. Этот дельфин, скорее всего, заигрался и случайно приплыл на мель, где уже и попал в природные сети водоросли. Он дезориентирован, практически не двигается и будто пытается что-то сказать на своем дельфиньем языке. Тогда молодой человек, оставив в лодке жену и маленькую дочь, впрягается в лодку и проводит дельфина до относительной глубины и песчаного островка среди моря водорослей. Поначалу дельфин растерян, его будто окружает стена из растений, и он беспомощно тыкается то в одну, то в другую сторону. Но вскоре осторожно нащупывает спасительный путь. Милосердный поступок молодого человека нашел отклик в сердцах многих людей. Твой ребенок будет таким же добрым, как и ты, когда вырастет, говорят они. Благослови Господь тебя и твою семью. Трое австралийских подростков заметили застрявшего на мелководье дельфина и бросились ему на выручку. Перемещали по дну, тащили, что было сил, пока дельфин не смог плыть уже самостоятельно. Почувствовав глубину, он радостно завилял хвостом и быстро скрылся вдали. В Нижней Меретинской бухте во время патрулирования акватории спасатели Адлерского подразделения обнаружили дельфина, который довольно длительное время ходил по кругу и не возвращался в море. Как оказалось, дельфин зацепился за крючки рыболовных снастей. В первое время он не давал спасателям подобраться к себе и пытался вырваться, но не мог, потому что был спутан веревкой. Для того, чтобы подобраться к дельфину, сотрудники МЧС бросили якорь, подцепили им снасть и подтянули к катеру. Один из крючков зацепился за плавник, а второй за клюв, и дельфин намотал снасти на себя. Спасатели обрезали их, вытащили крючки, и животное, наконец, смогло отправиться в открытое море. В середине прошлого мая в Севастополе удалось спасти самца-белобочки, который запутался в сетях рыбаков. Животное несколько часов медленно кружило по Камышовой бухте, как будто хотело привлечь к себе внимание. Люди заподозрили неладное и сообщили волонтерам. Те установили наблюдение за дельфином и позвонили в Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». Поимка белобочки заняла не более 15 минут, так как дельфин испытывал боль от собственных движений. Мучения ему доставляли капроновые веревки с леской, опутавшие его от хвоста до грудного плавника. При малейшем движении сеть все глубже врезалась в несчастного, причиняя ему серьезные травмы и страдания. Аккуратно переместив дельфина на мелководье, сотрудники Центра нанесли на его кожу цинковую мазь для предотвращения пересыхания. Взяли кровь для анализов и сделали инъекцию для снижения уровня стресса от контакта с человеком и хирургических манипуляций. Вооружившись хирургическими инструментами, они осторожно освободили плавник от веревки. Рану очистили и продезинфицировали. Также необычному больному сделали уколы с антибиотиками. Он был немного худым, но не истощенным и по всей видимости ничего не ел несколько дней. А для китообразных голод означает и обезвоживание, так как жидкость они получают из рыбы. И вот настало время для кормежки. Дельфин был очень голоден и жадно набросился на рыбу. За один присест он съел 2 килограмма. После сытного обеда животное отпустили на волю. Дельфин сразу же начал глубоко нырять и быстро двигаться. Рыбаки бросали ему с причала рыбу, и он тут же ее подбирал. Он провел ночь внутри бухты, а к 7 часам утра ушел в море. Команда по спасению и изучению морских млекопитающих неустанно работает, чтобы помочь дельфинам, терпящим бедствия. В течение 36-дневного периода в январе-феврале 2012 года в США сели на мель около 180 дельфинов. Они бились в страхе и тяжело дышали. Команда бережно грузила дельфинов в машины и отправляла в лабораторию. Для взятия анализов и диагностики с помощью высокотехнологичного оборудования. А затем доставляла к морю для выпуска. Особенно был напуган этот дельфиненок. Он бурно реагировал на человеческие прикосновения, фыркал и жалобно посвистывал. После всех тестов его вместе с мамой погрузили на тележку, и спустя несколько минут они уже плескались в воде, а успокоившись, уплыли во свояси. В сентябре прошлого года в Чили спасли двух дельфинов. Их нашли на песке местного пляжа. Животные лежали в двухстах метрах от воды. Они были дезориентированы и дышали с трудом. Добровольцы стали поливать их водой. Чтобы вернуть дельфинов в природную среду, была задействована команда водолазов и спасателей. Им помогали полиция и местные жители. Дельфинов подняли на носилки, вывезли в открытое море и выпустили на волю. Почему дельфины выбросились на сушу, неизвестно. Тем более, они относятся к виду, который проживает далеко от берега. Это случилось на Гавайях. Тихоокеанскому дельфину Афалине оставалось жить считанные минуты. Он зацепился за крабовую ловушку с буем, лежал то на спине, то на боку и почти не подавал признаков жизни. Пытаясь спасти собрата, другой дельфин беспорядочно плавал перед рыболовецким судном Каналоа. Пока команда PlanSeaOrg не обратила внимания на его странное поведение. А потом она что-то заметила возле крабовой ловушки. В объектив камеры люди увидели терпящую бедствие Афалину. Капитан быстро развернул лодку, чтобы можно было помочь дельфину, и Сэм Монахан прыгнул за борт. Дельфин был очень слаб. Сэм коснулся его хвоста, и тот перевернулся на спину и задержал дыхание. Нырнув, Сэм разрезал опоясавшую его петлю. Но он не был уверен, что дельфин еще жив. Он дотронулся до его живота и почувствовал, что сердце Афалины все еще бьется. Сэм перевернул его, а дельфин вздохнул, высунул голову и посмотрел на своего спасителя сначала над водой, а затем пот. Жизнь постепенно возвращалась к нему. Наконец, он поплыл. Сэм говорит, что ему очень приятно отплатить дельфинам, которые всегда помогали людям добром за добро. Спасти животных и вернуть их матери природе – это захватывающий момент, честь и чудо. Если вы считаете так же, ставьте лайк. Делитесь роликом с друзьями и в комментариях пишите, доводилось ли вам участвовать в спасении дельфинов или других морских животных. А с вами была Марго. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!